Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я от тебя уже заждалась. Здравствуйте. Мы чем-то можем вам помочь? Здравствуйте. Я к вам по очень деликатному делу. Вы можете провести частное расследование? Для этого мы существуем. Прошу вас. Так что у вас за деликатное дело? Убили жену моего брата. Полиция сейчас ведет расследование. Я подозреваю. Я подозреваю, что Ася убил ее любовник. Ну а почему же вы о своих подозрениях не сообщите полиции? Я не могу. Владимир, это мой брат, он ничего не знает. И я не хочу, чтобы он узнал. Ну а какую версию расследует полиция? Ася с Владимиром владельцы небольшого риэлторского агентства. Чтобы как-то выжить, крутились как могли. Поэтому некоторые квартиры Ася показывала сама. Позавчера она показывала квартиру одному из клиентов. И не вернулась. Владимир поднял тревогу. Асю нашли задушенной в той самой квартире. А клиент? Клиента сейчас ищет полиция. В базе его нет. Только я подозреваю, что его никогда и не было. На прошлой неделе я видела Асю возле этого самого дома в обнимку с каким-то парнем. Наверняка она снова с ним встречалась. Ну а почему вы тогда брату об этом не рассказали? Открыли бы ему глаза? Нет. Нет, я не могу. Владимир, слабое сердце. К тому же он парализован. Попал в аварию несколько месяцев назад. Да и вообще вы его не знаете. Он просто не поверит. А если и поверит, то не переживет этого. Он и так последние месяцы в депрессии. Послушайте, вы беретесь за расследование или нет? Ну а мне нужна гарантия, что все останется в тайне. Хорошо. Давайте поступим следующим образом. Мы со своей стороны проведем расследование. Сообщим вам результаты. А вы же сами решите, говорить брату или нет. Тем более, что на суде он все равно присутствовать не сможет, поскольку парализован. Вы согласны? Хорошо. Пусть так. Полиция проверила запись видеонаблюдения на подъезде. В это время в подъезд заходили несколько мужчин. Один из них, видимо, и был убийцей. Он был в бейсболке, в темных очках и шел с опущенной головой. Черт, никак не найду. А, вот. И помните, Владимир, у нее слово. Пожалуйста. Разумеется. Вова, познакомься, это Игорь Петрович. Он помогает полиции вести расследование. У Игоря Петровича к тебе несколько вопросов. Я полиции уже все рассказал. Ася целый день дома была. Вечером пошла квартиру клиенту показывать. Ей только через несколько часов хватился. А так, нечего мне больше вам сказать. Извините. Спасибо. Я полгода на тернакулизаторах сижу. А сейчас вообще. Володя благотворил Асю. Я не буду вас долго задерживать расспросами. Скажите, только у Аси враги были? Да что вы. Ася ангелом была. И это не фигура речи. Понимаю. Ну что ж, постараемся мы найти этого загадочного клиента. Ну что, удалось взломать почту Аси? Да. Похоже, у нее роман с администратором. Ну-ка, ну-ка. Переписка, конечно, очень личная и откровенная. Но в ней они договариваются о встрече на той самой квартире. Ну, и как раз в день убийства. Надо бы присмотреть за этим администратором. Здравствуйте. Здравствуйте. Станислав Башмаков? Да. А в чем, собственно? Я частный детектив. Я могу вам задать несколько вопросов? Да, конечно. Это, наверное, насчет Аси. Вы правильно мыслите. Скажите, у вас с Асей был роман? Да вы что? Какой роман? Ася замужем. Вот именно. Ася замужем. Вы живете с мамой. И поэтому вы встречались с ней в квартирах, ключи от которых вам давали доверчивые клиенты. Не понимаю, о чем вы говорите. Да мне известно, что в день убийства вы должны были встретиться с Асей в той квартире, где ее нашли. Никого я не убивал. Ну, да, у нас с Асей были отношения. И мы действительно договаривались встретиться. Но накануне она прислала СМС, что все отменяется. Это какая-то подстава. Я дома был, никого я не убивал. А СМС-ка у вас сохранилась? Да, конечно. Не могу найти ее сейчас. Я удалил ее, наверное, нечаянно. Вы знаете, мне надо идти. Ну да, ну да. Я так и думал. Всего доброго. До свидания. Игорь Петрович, опросила я соседей Стаса. Так вот, один из них говорит, что в течение вечера несколько раз к нему заходил. У них накануне собрание жильцов было, и он хотел выяснить, что там решили. Но дверь ему никто не открыл. Да, несколько раз заходил, и свет не горел. Угу. По заданию Лукина, Дмитрий вел наблюдение за Стасом от его офиса. Все, пока. Пока. Подожди. Стоп. Ну, хорошо. Все, мы впереди. Пока. Добрый день. Меня зовут Дмитрий, я помощник частного детектива. Мне нужно поговорить с вами о Стасе. Вы давно с ним знакомы? А вам какое дело? Мы встречаемся. Ну, а как же Ася? Какая Ася? Которую убили три дня назад. Она его начальница, а также его любовница. Какая еще любовница? У него нет никакой любовницы. Вы его не знаете. Мне кажется, что вы заблуждаетесь. Это вы заблуждаетесь. Подождите. Возьмите визитку. На всякий случай. Ну, что, как там наш подозреваемый? Наш подозреваемый не промах. Помимо Аси, у него была еще одна красавица. А у меня информация поинтереснее. Дело в том, что совсем недавно Ася переписала весь его бизнес на Стаса. Как это? Оказывается, риелторское агентство зарегистрировано на Асю единолично. Владимир там числился только агентом. Так вот, несколько месяцев назад весь свой бизнес Ася переписывает на Стаса. Так значит, он убил любовницу не в состоянии эффекта. Так может быть, он шашни с ней крутил для того, чтобы голову ей задурить? Только я ума не приложу, как можно у взрослой умной женщины выманить бизнес. Наташ, ну ты же читала их переписку. Она была влюблена в него, как кошка. Да. А, так вы Рита. Да, хорошо, подъеду. Рита, девушка Стаса. Просит о встрече. Ася Михайлова была задушена в чужой квартире. Клиентка Ирина подозревает, что Ася, жена ее брата Владимира, использовала квартиру для встреч с любовником. В ходе расследования становится известно, что у любовника Аси Стаса была еще одна девушка Рита. Я вам зря не поверила тогда про любовницу. Залезла в почту Стаса, а там... Какой же он козел. Я вам сейчас все расскажу. Да вы не расстраивайтесь. Я вас слушаю. В тот день, когда убили эту Асю, мы... ...с Стасом ездили в торговый центр. Как раз в том районе, где произошло убийство. Мы погуляли по магазинам, потом вернулись... ...в машину, и он куда-то ушел. Где-то на полчаса. А во сколько это было? Около восьми. Я ничего не понимаю. Просмотрел видеозаписи... ...с камеры видеонаблюдения в торговом центре. Машины Стаса нет. А значит, врет твоя Рита. А ты что, не знаешь, как его поймать на вранье? Действуй. А я со Стасом поговорю. Посмотрим, что он скажет про переоформленный бизнес. Пожалуйста. Спасибо. Ася уже давно хотела развестись с Владимиром. Он... ...непростой человек. Многие завидовали Асе. Дескать, невероятно повезло с мужем. Но на самом деле он садист. Ася с ним задыхалась. Ну, а почему же в таком случае не развелась? Владимир стал бы судиться. Официально бизнес был оформлен на Асю. И занималась им в основном Ася. Но Владимир считал себя главным. И при разводе стал бы доказывать, что имеет право на половину бизнеса. Ася этого не хотела. И поэтому переоформила бизнес на вас? Да. Ася доверяла мне. Она знала, что я не обману. Формально она продала мне агентство за символическую сумму. Чтобы при разводе Владимир не смог претендовать на этот бизнес. Да, выглядит это ужасающе. Но вы не представляете, каким адом для Аси была жизнь с мужем. А оставлять мужа без копейки не жаль было? Он ведь инвалид. В том-то и дело. Переоформили агентство, мы до аварии. А когда Владимир парализовала, Ася сказала, что теперь развод невозможен. Что это не по-людски. А у меня Рита, которую я тоже не мог взять и бросить. У нее никого в этом городе. Она ко мне привязана. Вот такой капкан. Да. Тяжело вам. Не надо иронизировать. Мне кажется, вам надо проверить Глеба. Глеба? Это что, попытка увести от себя подозрения? Или что-то есть под этим? Я вам расскажу. А вы судите сами. Это вам. Спасибо. Вы меня извините, что я вас отвлекаю, но у меня к вам вопрос личного характера. Помните, вы мне сказали, что были со Стасом в торговом центре в день убийства? Да. Так вот, у меня есть друг, он музыкант. Играет на гитаре. И в этот день он должен был выступать на открытии новой кафешки в этом торговом центре. Но там что-то не сложилось и пригласили другую группу. А ему интересно, кто там в итоге выступал. Вы, случайно, не запомнили? Нет, не помню. Ну как же, там сцена была большая, музыка грохотала. Да, сцена была, но кто там выступал, я не обратила внимания. Ну зачем же вы врете? Не было там никакой сцены. Да и вас там тоже не было. Что ж ты из меня дурочку делаешь? Нет, Рита, это вы из меня дурочка делаете. Зачем вы соврали, что были со Стасом в торговом центре? Хотели его подставить? Да, хотела. Я его любила, а он со мной так. И пусть бы его посадили. Он же знал, что я ненавижу мужчин. Я их боялась всех. До него у меня был... Неважно. Я ему поверила. И вдруг измена. Я даже представить не могла, что он на такое способен. Как мне теперь жить? Как мне теперь людям верить? Вот и ты меня развел. Рита. Рита, да подожди. Мы выяснили. В день убийства Стас был дома. А дверь соседу не открыл, потому что они с Ритой... Ну, в общем, заняты они были. Ясно. Стас поведал интересную историю. Оказывается, до него у Аси были отношения с неким Глебом. Глеб этот мужчина женатый. Ася требовала, чтобы он с женой развелся. А Глеб все тянул, тянул. Ну, в общем, Ася начала отношения со Стасом. Глеб, конечно, спохватился. Сказал жене о разводе, но было поздно. Вот дрянь. Значит, я была права. Не зря я к вам пришла. Глеб этот остался у разбитого корыта. Ну, жена от него ушла, а Ася так и не вернулась. И Стас говорит, что Глеб до последнего донимал ее злобными звонками. Так вы считаете, что это он убил Асю? Для убийства, конечно, мотивчик слабоват. Но надо бы этого Глеба проверить. Может, и другие мотивы всплывут. Хорошо. Держите меня в курсе. Лукин созвонился с новым подозреваемым Глебом Спиранским и договорился с ним о встрече. Да, закрывай ресторан. Не идет бизнес. Чем обязан? Я хотел бы с вами поговорить об убийстве Аси Михайловой. Аси? Асю убили? Сдушили. Вы правда ничего не знаете или только вид делаете? Я не знал. Мы с ней уже давно не виделись. У меня есть информация, что в последнее время у вас с Аси были довольно плохие отношения. Так вы что, меня в убийстве подозреваете? Да это просто глупо. Ну, бросила меня баба. Ну, не убивай же ее за это. Понимаю. И все-таки, где вы были вечером в пятницу? В пятницу. В пятницу вечером я был на даче. Да, молодой человек. А читать чужие письма нехорошо. А я и не читаю. Ну, все. Я нашел сайт, который был открыт у Глеба. Отзывы о риэлторских агентствах. Вот зачем владельцу ресторана знать о риэлторских агентствах? Ну, может, он квартиру продает? Ты же видел, дела у нее идут. Неважно. Похоже, разорен. Последний отзыв. Имел несчастье обратиться к Михайловой. В итоге остался без денег и без квартиры. Слышал, что ее грохнули. Получил и по заслугам. Отзыв отправлен с компьютера Глеба. Ну, и что? Это все равно ничего не доказывает. Хотя, алиби этого Глеба надо проверить. Клиентка Ирина подозревает, что Ася, жена ее парализованного брата Владимира, была убита любовником. Становится известно, что любовник Аси, Стас, встречался с еще одной девушкой, Ритой. А мотив расправиться с погибшей был и у предыдущего любовника Аси, Глеба. Чтобы проверить алиби Глеба, Лукин приехал к нему в дачный поселок. Как клев. Бешено. Я Глеба разыскиваю. Вы не видели его, а? Да нет, не видел. Уж недели две здесь не появляется. А что? Может, с женщиной своей куда уехал? С кем? Да он всю Аську свою забыть не может. На других баб даже не смотрит. Ну, значит, любит. Похоже. Хотя, от любви до ненависти один шаг. Сильно он на Аську обижен был. Она же ему не только семью развалила, она еще и инвестора увела. Какого инвестора? А есть у нас один общий знакомый. Федька. Тот все думал, куда ему деньги инвестировать, как сейчас говорят. Федька за ним почти год ходил, уговаривал его рестораны деньги вложить. Дескать, сеть по всему городу, то, сё. Почти уговорил. Ну, а почему не сложилось? Не клюет что-то. Может, на хлеб попробовать? Можно и на хлеб. Так что дальше-то было? Да угораздила Глеба Федьку с Асей познакомить. Слово за слово. Про бизнес разговор зашел. Но она его и переманила. Ась, давно хотела застройщиком стать. Вот Глеб теперь бесится. Спасибо. Вы попробуйте манку на низовом масле. Карасик любит. Да машина новая. 40 тысяч пробега, полный фарш. Он в багажник какой. А сиденье разложить вообще спать можно. Усомнившись в показаниях Глеба, Лукин решил спровоцировать его на признание. Думайте. А что, хороший конь? Нравится? Покупайте. А я смотрю, вы имущество распродаете. Вы уезжать собираетесь? С чего взяли? Никуда не собираюсь. Это правильно. Все равно далеко не уедете. А это почему? Потому что ваши пальчики обнаружили на месте убийства Ася. Что? Да это бред. Этого быть не может. Мне точно известно, что в течение последних двух недель вы почти каждый день крутились вокруг места преступления. И что? Но я знал, что Ася там с своим маму хахлем встречается. Мы тоже с ней на таких квартирах часто встречались. Подумаешь. Ладно, признаю. Я хотел Аську подставить. Думал нащелкать ее со Стасом, а фотки потом ее мужа подкинуть. Но в квартире меня не было. А где вы были в момент убийства? На даче-то вас точно не было? Напился я в тот день до синих чертей. Мне плохо стало. А вдруг мой Васька испугался и скорую вызвал. Но меня и забрали в больницу. Утром только отпустили, когда протрезвел. Все? Довольны? А почему сразу об этом не рассказали? А вы бы рассказали? Да у меня вся жизнь к чертям катится, понимаете? Жена бросила, бизнес рухнул. Долгов как на собаке репья. Вон машину продаю. Не, со мной все кончено. Кто я теперь? Никто. А ведь когда ты нормальным человеком был. Ну, знаете, никогда не поздно им стать. Главное только взять себя в руки. Игорь Петрович, в больнице подтвердили, что в пятницу вечером Глеб был у них. Что будем делать, Игорь Петрович? Других подозреваемых у нас нет. Тупик. Есть у меня одна, на первый взгляд, безумная идея. Если окажется, что она и на второй взгляд безумная, то придется признать, что мы не справились. Ну вот, работает. Ну как ты тут будешь один? Ну почему один? Ко мне сиделка будет приходить. Да и ты ездить будешь. Но может лучше все же съехаться? Представляете, не хочет, чтобы я к нему переезжала. А мне так далеко сюда каждый день добираться. Ничего, не пропаду. Вот, закончу курсы. Переквалифицируюсь на бухгалтера. И буду работать, не выходя из дома. Это хорошо, что вы руки не опускаете. Да. Вообще тяжело, конечно. Ася была для меня всем. Теперь придется справляться самому. Кстати, Абась, вы не припомните, в день убийства, Ася, никто по телефону не звонил? Важен любой звонок, даже самый незначительный. Может, подруга звонила, сослуживцы, из банка. Да нет, ничего такого не припомню. В тот день вообще, кажется, никто не звонил. Я целый день сижу дома, за компьютером. Осваиваю бухгалтерские программы. Ну да, я понимаю. Ася целый день на кухню возилась. Потом под вечер ушла. Я стал кино смотреть. Как раз шел мой любимый фильм. Варенье с Фэйхуа. Кино кончилось. Стал беспокоиться, почему Аси до сих пор нет. Стал ей названивать. Она трубку не берет. Значит, вы смотрели варенье с Фэйхуа? Да, люблю этот фильм. Интересно. У нас с вами одинаковый вкус. Владимир сказал, что во время убийства кино смотрел по телевизору. Показывали варенье с Фэйхуа. Ой, мой самый нелюбимый фильм. А я грешным делом люблю, иногда пересматриваю. Только в тот день на канале был сбой. Не было кино. А зачем Владимиру врать? Не думаете ли вы, что он же инвалид? А это еще проверить надо. Сколько это еще будет продолжаться? Вы вообще убийцу ищите или нет? Я, можно сказать, закончил свое расследование. Только, боюсь, результат вас не очень устроит. О, вы сегодня не один. Одна глава хорошо, две лучше. Есть новость? Да. Я нашел убийцу. В этой папке отчет. Осталось провести только один следственный эксперимент. Какой следственный эксперимент? Вы с моим помощником спуститесь в машину, подождите меня. Я вам все расскажу. Ну, хорошо. А вас я попрошу принести мне фотографию Аси. Ну, какую-нибудь свежую. Я потом объясню, зачем. Хорошо. Подождите минуточку. Вот, одна из последних. Угу. Спасибо, я скоро ее верну. Ну, и что? Где он этот ваш следственный эксперимент? Ну, минуточку. Сейчас все увидите. Алло. Владимир? Это детектив вас беспокоит. Понимаете, я у вас папочку забыл. Ну, да, ту самую с отчетами. Я поднимусь сейчас к вам, заберу. У лады договорились. Угу. Ну, а теперь смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вы уже видели содержимое этой папки? Нет. Зачем вы мне врете? Я же знаю, что вы заглядывали в папку. Вот туда посмотрите. Вы... Вы что, это камера? Это незаконно. И кто бросит в меня камень? Да, кстати. Варенье Зинхо в тот вечер так и не показывали. Да и паралич у вас психосоматического характера. У вас нет органических повреждений. Вы симулят. Дайси меня выбросила из жизни, как старую тряпку. А я делал для нее все. Она должна была быть мне по гроб жизни благодарна. Встать не хотите? Вам двигаться полезно. Это из-за нее я попал в аварию. Когда я узнал, что она не изменяет, я ее любил. Она меня обманывала. Я думал, что она ангел. Она оказалась шлюхой. Напился и сел за руль. Неделю в реанимации. Да лучше бы я тогда помер. А потом передумали помирать. Решили Асю убить. Ну, сначала я действительно не мог ходить. Потом понял, что двигательные функции потихоньку восстанавливаются, как и предупреждал врач. Ну, я об этом никому не сказал. Ни Аське, ни Ирке. С врачами тоже завязал. В общем, у меня тогда была дикая депрессия. Так вот, Ася это прекрасно понимала. Поэтому вас и не бросала. Ну, зачем нужно было ее убивать? Да она бы меня бросила, рано или поздно. Она готовилась к разводу. Бизнес свой на хахле переписала. Я случайно увидел в документах, что юридический владелец сменился. В силу и меня переклинил. А в инвалидном кресле вы собирались сидеть до самой своей смерти? Или собирались как-то объяснить свое чудесное исцеление? Я в нем четыре месяца просидел. Готов был еще полгода сидеть. Оно того стоило, чтобы Аське отомстить. Тогда, я думаю, вы готовы еще лет десять просидеть. Только не в кресле, а в тюрьме. На тяжелой физической работе. О, Игорь Петрович, вы вовремя. А мы решили завершение дела арбузиком отметить. Следователь обещал на нашем сайте написать хороший отзыв. Щедро. Игорь Петрович, а как вы поняли, что это Владимир? Только из-за фильма? Ну, поначалу да. А потом мне все время не давала покоя мысль, куда из телефона Стаса делось СМС, в котором Ася отменила свидание. Я поехал к Стасу. Спросил, не помнит ли он случай, чтобы Владимир оставался с его телефоном, так сказать, один на один. И Стас вспомнил. Вот, принес, что ты просил. Так. Первая часть. Так. Ну, это понятно. А теперь это. Стас, ты не мог бы мне из кухни таблеток принести? Ну, и воды заодно. Только теплой. Да, конечно. Сейчас сделаю. Спасибо. Владимир хотел получить профессию бухгалтера, правильно? Так вот, он позвонил Стасу. Попросил его привезти бухгалтерские документы, ну и кое-что ему объяснить. Да, еще мне Стас сказал, что ему искренне жаль Владимира, ведь тот стал инвалидом. Понятно. А Владимир, значит, в этот момент удалил сообщение с телефона Стаса, которое отправил ему от лица Ася. Так все и было. Хороший арбуз. Владимир был осужден на 12 лет лишения свободы. Субтитры сделал DimaTorzok